День народного единства О чем нельзя забывать Невзвешенное решение В городе задержаны владельцы наркомаркета Им грозит до 15 лет лишения свободы Кому еще навредили кладмены Желанный трофей В Беларуси открывается сезон охоты на гусей Нужно быть очень внимательным Чтобы не перепутать вид разрешенной к охоте Что ждет браконьеров А также глобальное лидерство Туристический спрос И добро пожаловать Приезжие украинцы будут иметь равные права с белорусами На какую поддержку они могут рассчитывать Новый шаг в сотрудничестве Александр Лукашенко посетил саммит ШОС в Узбекистане Второй день форума в Самарканде Начался с переговоров с президентом Ирана Белорусский лидер отметил Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить А занять свое место под солнцем После представители 15 стран отправились на расширенные заседания Где официально объявили о начале процедуры принятия нашей республики В Шанхайскую организацию сотрудничества У нас было достаточно времени, чтобы сопоставить цели и задачи Организации с интересами своего государства Оценить напряженный конструктивный характер ее работы А также убедиться в собственных силах и возможностях Мы очень признательны за единогласную поддержку В вопросе получения статуса полноправного члена С учетом стратегически важного географического положения Мы способны органично дополнить структуру организации Можем предложить свои транзитный, промышленный, научный потенциал Опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии Приоритеты Беларуси в ШОС неизменны Это эффективное сотрудничество с партнерами По укреплению региональной безопасности Интенсивному развитию экономического взаимодействия Углубление гуманитарных связей Президент заявил, ШОС может стать глобальным объединением И решать проблемы мироустройства в современных условиях Александр Лукашенко подчеркнул, что уже не один год в политике И очень внимательно наблюдал, как организация после своего образования Боролась за региональное лидерство Дань эпохи, которая подарила право занять свое место на карте мира Страна отмечает День народного единства В Бавруйске самый молодой праздник встречают с присущим ему размахом Всю неделю говорят о патриотизме и преданности Родине Это дата напоминания, какую большую цену мы заплатили за право жить в своем государстве И называть себя нацией 35-ю школу имени почетного гражданина Бавруйска Дважды Героя Советского Союза Павла Батова посещает делегация из Рыбинска Российский город – родина генерала Гостей знакомят с музеем после экскурсии по библиотеке, учебным кабинетам, спортивному комплексу и бассейну Мы сейчас занимаемся непосредственно проектированием школы Похожий район прибрежный, новый строящийся район в Рыбинске Великолепный проект, очень удобный, все продумано до мелочей Делегация знакомится и с самым современным детским садом Здесь созданы все условия для воспитания малышей Светлые классы, плавательный бассейн и гимнастический зал Следующий пункт программы – завод тракторных деталей и агрегатов Легендарное производство 75-летними традициями машиностроения В фокусе внимания, обмен опытом и дальнейшее сотрудничество Синагога «Жемчужина Бавруйска» тоже встречает гостей Далее увлекательная экскурсия по еврейскому дворику Больше всего впечатлила не только чистота, уют, красота Бавруйска безумно впечатлила красота людей Поверьте мне, да, красота, внутренний мир, душа, открытость Бесподобные глаза и самое главное Такое неимоверное гостеприимство, которое оставит огромный след в наших душах В преддверии Дня народного единства Бавруйск и Рыбинск становятся городами-побратимами Александр Студнев и Дмитрий Рудаков подписывают договор о сотрудничестве Уже построены большие планы в социальной, культурной и экономической сферах У нас связывает не только имя Павла Иоанна Шабатова, но и схожесть городов по населению Даже по дорожной сети, по сетям теплового снабжения, водоснабжения Я поражен почти буквальным совпадением цифр Для нас, конечно, это важно, приобрести еще одного партнера, еще одного друга Для того, чтобы протарить новый путь и на самом деле наладить тесные дружеские отношения Следующая остановка – Дворец искусств Здесь разворачивается выставка военной истории родного края Картины талантливейших художников Георгия Поплавского и Абрама Рабкина Знакомят с трагическими страницами Великой Отечественной Богатейшая частная коллекция наград приковывает взгляды гостей Здесь ордена и медали от Второй мировой до 90-х годов минувшего столетия Бобруйский краеведческий музей представляет выставку «Хроника Великого освобождения» Освобождали город войска правого крыла 1-го Белорусского фронта В частности, 65-я армия под командованием генерала Павла Ивановича Батова Военно-патриотический клуб «Бобруйский рубеж» представляет форму, вооружение, снаряжение, а также личные вещи бойцов и командиров Красной армии В период Великой Отечественной войны В год исторической памяти мы активно принимаем участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодежи Книжная экспозиция рассказывает о геноциде белорусского народа и бессмертном подвиге героев той страшной войны Самобытные вышитые рушники, куклы-обереги и работы из соломы позволяют прикоснуться к народным традициям Праздник народного единства – это молодой праздник, но он уже всем полюбился, потому что объединяет нас Я бобруйчанка, родилась в Бобруйске, люблю этот город, люблю своих земляков, люблю Беларусь И с удовольствием всегда празднует этот праздник Люблю свою родину, люблю свой город, мне все нравится, что у нас спокойно, чисто, мирно Доступная медицина, доступное образование, все прекрасно, живем и радуемся 17 числа мы отметим День народного единства Этот праздник очень значим для нас, для бобруйчан, потому что мы живем в замечательной стране Где настоящие дети, настоящие добрые люди, отзывчивые, которые всегда придут на помощь Финальным аккордом праздника становится концерт в зале руководства города, молодежь, трудовые коллективы и просто патриоты Со сцены звучат всем известные композиции, не обходится и без наград, в списке 27 человек Те, кто внесли весомый вклад в развитие малой родины Уважаемые бобруйчане и гости нашего города, я сердечно поздравляю всех нас с этим замечательным праздником С Днем народного единства, желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой Дата знаковая, 17 сентября 1939 началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси Идея прозвучала на Всебелорусском народном собрании и поддержана президентом Теперь это добрая традиция, уже в субботу в Бобруйске пройдет велопробег Колонна проследует от Вечного огня до мемориального комплекса жертвам фашизма Старт в 10 утра, позже в молодежном парке начнется музыкально-танцевальное шоу Ольга Васенда, Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360 Стопроцентная готовность в Бобруйске прошло заседание гор исполкома На повестке осенний-зимний период задолго до наступления морозов специалисты подготовили 1128 домов Из которых 777 с центральным отоплением Еще летом отремонтировали крыши, заделали стыки стеновых панелей Провели гидравлические испытания и остеклили подъезды Плюс заменили отопительные приборы и батареи в местах общего пользования Жилищный фонд полностью готов к отопительному периоду 22-23 Включая как теплоисточники, как и потребители Вопросы, которые были в процессе подготовки отопительного периода, сняты Плотно работали с представителями Бобруйск энергогазнадзора С тепловыми сетями, с Бобруйской теплоэнергетикой В городе заменили больше 1200 погонных метров дефектных труб Отремонтировали теплоузлы и помещения, в которых они расположены Проверили приборы учета энергии В каждом районе организована работа аварийно-диспетчерских служб Трудиться они будут 24 на 7 Чтобы в течение 10 суток после запуска отопления Решить все проблемные вопросы Согревать квартиры будут 19 котельных Продавцы несчастья В Бобруйске остановлена работа наркомаркета В поле зрения правоохранителей интернет-магазин попал еще в апреле Когда с поличным задержали двух местных жителей Они оказались владельцами ресурса Психотропы мужчины приобретали в России У них дома найдены весы, изолента и специальные пакетики В отношении задержанных возбуждены уголовные дела За незаконный набор наркотиков Им грозит до 15 лет лишения свободы С марта по апрель наркоторговцы провернули около 600 сделок Также правоохранители обнаружили тайники На территории Могилевской, Минской, Брестской, Гомельской областей Изъяли 32 грамма психотропов Прямой рейс, зеленая инициатива и выгодное сотрудничество Рыба из Астрахани появится в белорусских магазинах Какие деликатесы ждать на полках? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Украинцы, которые переехали в нашу страну Будут иметь равные права с белорусами Смогут рассчитывать на дошкольное, общее и специальное образование А также поступать в колледжи и вузы за счет средств бюджета Будет доступно также медобслуживание, пособие на детей и пенсии К слову, с февраля этого года на территорию республики Из страны соседки въехало более 50 тысяч иностранцев Белавия будет выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх Без технической посадки Благодаря разрешению Росавиации Время в пути сократится с 9 до 7 часов Раньше самолетам требовалась дозаправка Такое изменение сделает отдых на курортах Доступнее для наших туристов Белорусские предприятия увеличивают объем товарооборота С Астраханской областью Всего за полгода он вырос на 45% В частности, уже заключено 3 контракта На поставку 200 тонн мороженой, вяленой и снековой рыбы Прорабатываются вопросы локализации производств в Нижнем Поволжье В Беларуси вырос спрос на железнодорожные круизы Особой популярностью они пользуются среди российских туристов Поезда стартуют из Москвы в Минск Также есть возможность заехать в Гродно или Брест Посетить Мирский замок или Беловежскую пущу Все путешествие рассчитано на 4 дня Цена билета от 900 рублей В стране с 17 сентября стартует акция по озеленению В течение месяца планируют высадить почти 150 тысяч деревьев И около 300 тысяч кустарников Продолжится закладка парков, аллеи и садов В память о павших воинах Великой Отечественной Приобщиться к инициативе может каждый Участников обеспечат всем необходимым инвентарем Высоко летят 17 сентября в стране стартует сезон охоты на гусей Речь идет о белолобом, сером, гусе-гуменнике и канадской канарке Белорусы могут отправляться за трофеем любого возраста и пола Добывать птицу можно светлое время различными способами В том числе из засады или с лодки Можно пользоваться гладкоствольным ружьем с патронами, снаряженными дробью или задействовать собак любых пород за исключением борзых и гончих За незаконную добычу диких животных предусмотрены штрафы Если урон природе причинен более чем на 3200 рублей, браконьер привлекается к уголовной ответственности Сезон охоты на гуся продлится до 11 декабря Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»